Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы поговорим о двух новинках цветочного мира из ассортимента нашей агрофирмы. Это серия цветочных культур «Ароматы ночи» и «Альпийская горка». Причем в серии «Альпийская горка» есть новые позиции, новые культуры, семена которых довольно сложно найти в этом ролике. Итак, начнем, пожалуй, с серии «Альпийская горка». В целом серия представляет сборку тех самых цветочных культур, которые идеально подойдут для создания самой красивой, самой идеальной, неприхотливой в выращивании и уходе альпийской горки. В нее входят как однолетние, так и двулетние и многолетние растения. Сочетая их между собой, можно ежегодно менять внешний вид вашей альпийской горки, при этом поддерживать его в очень ухоженном и красивом состоянии. И первая культура, которая является новинкой в нашем ассортименте – это нолана странная. Действительно, вот такое странное название у этого цветочного растения. Сорт называется «синяя птица». Ноланы – это цветочное растение семейства посленовых, ближайший родственник томата. Удивительно и довольно необычно. Размер цветков около 4-5 см в диаметре, они колокольчика видны, зацветают сплошным ковром спустя 45 дней после появления массовых сходов растения. Предпочтительно выращивать нолану именно рассадным способом посевов в начале мая. Через 2-3 недели после посевов и всходов можно нолану выращивать и высаживать уже в открытый грунт непосредственно в саму альпийскую горку. Она предпочитает легкие, довольно благородные почвы, которые обязательно будут на вашей альпийской горке, если ее правильно сооружать по технологии. Нолана обладает довольно легким, но приятным ароматом. У нее много приятной, красивой, яркой зелени. Цветет она на протяжении практически всего лета. Пик приходится в среднем на июль. Одно растение покрывает площадь примерно 1 квадратный метр. Эта однолетняя культура разрастается довольно значительно. Учитывайте это при посадке ноланы. Следующий овощной родственник нашей цветочной декоративной культуры это капуста. А именно семейство капустных брасикация или брасик. Эта культура называется абриетта. И вначале перед тем, как рассказать, что такое абриетта, если вы ее еще ни разу не выращивали, хочу обратить ваше внимание на пакетик, новый пакет серии Альпийская горка от семена Алтая. Может показаться, что Альпийская горка это довольно непросто в выращивании. Ее сложно организовать и как что делать иногда бывает непонятно. Поэтому на обратной стороне пакета содержится вся необходимая информация о том, что же такое Альпийская горка и как ее необходимо заложить с осени или даже ранней весной для того, чтобы получить самый красивый ландшафтный дизайн на вашем участке. Здесь есть непосредственно прямая схема закладки самой Альпийской горки, а также по QR-коду, перейдя при помощи вашего мобильного телефона, направив на него камеру. Вы перейдете на статью на сайте semal.ru, в которой подробно описывается вся агротехника выращивания различных культур на Альпийской горке. Вернемся к абриете. Абриета это уникальное многолетнее вечно зеленое, очень удивительно цветущее целым ковром растение. Абриета разрастается довольно значительно и за первый год может покрыть около 70 квадратных сантиметров, иногда доходит даже до метра. Если вы хотите получить цветение абриеты уже в первый год, то необходимо ее посеять на рассаду в марте, либо в феврале. Если же посеять семенами, то цветение будет только на следующий год. Либо абриету можно посеять с осени, под зиму, под самые сильные заморозки. В таком случае также цветение можно будет получить уже в первое лето. Абриета покрывает полностью своим зеленым ковром, своим цветочным ковром большое количество пространства. И это удивительное растение можно выращивать даже в качестве вертикального озеленителя. Если у вас на участке имеется каменный забор, то можно посадить рассаду абриеты в пустоты вашего каменного забора. И практически без почвы она будет расти много лет и покроет полностью весь ваш участок вот таким красивым цветочным ковром. Абриета неприхотлива в уходе, но она не очень любит затененные и слишком переувлажненные участки. Поэтому отдавайте под абриету солнечные участки с довольно легкой почвой. Подойдут не только альпийские горки, но и любые участки, на которые хочется вырастить настоящий цветочный ковер. Еще один ботанический биологический родственник капусты и абриетты это алисум. Причем алисум не простой. Алисум сорта золотой ковер многолетнего культура. В отличие от того алисума, который чаще всего можно встретить на улицах вашего города. Выращивать его можно как прямым посевом в открытый грунт с осени, либо ранней весной, а также при помощи рассады. Алисум будет расти на вашем участке очень долго и его максимально обильное цветение будет одним из первых. Весной, в мае, июне и в начале июля приходится пик цветения алисума. И он источает свой приятный медовый аромат не только ночью, но и днем. В отличие от традиционного однолетнего алисума, который предпочтительно и очень сильно пахнет именно ночью. А вот о тех культурах, которые пахнут максимально ночью, поговорим буквально в следующем кадре. И новинка 2021 года серия семян цветочных культур ароматы ночи. Исходя из названия, уже понятно, что здесь собраны те самые растения, которые обладают максимальным своим ароматом, раскрывают его полностью именно в ночное, вечернее или пасмурное время суток. Сюда включены самые разнообразные растения, в том числе также представители капустных или крестоцветных родственники алисумов и абриетты. К примеру, такое растение, как матиола, который раскрывает свои нежные и довольно скромные цветы именно в ночное время. При этом, благодаря ее очень сильному насыщенному аромату, матиолу часто называют ночной фиалкой. А выращивали ли вы матиолу на своем участке? Возможно, еще ваши бабушки это делали. И этот запах именно ассоциируется у вас с детством. Напишите об этом обязательно внизу в комментариях к этому ролику. Следующая культура, которая входит в серию семян цветочных культур ароматы ночи, это энотера. Причем энотера необычная, а миссурийская. Чем она отличается? Во-первых, все энотеры являются представителями семейства кипрейтных, то есть являются ближайшим родственником традиционного российского чая, который называется Иван-чай или Курильский чай. Энотера это растение невысокое, высотой около 40-50 сантиметров, выращивается в качестве однолетника. Можно ее выращивать в качестве многолетника при условиях, если в вашем регионе бывает снежный покров зимой, потому что сегодня, к сожалению, может вымерзнуть при сильных морозах и при отсутствии снежного покрова. У миссурийской энотеры очень крупные, невероятно ароматные цветки, которых диаметр достигают 10 сантиметров. И раскрываются они постепенно в течение всего лета, ярко-желтые, даже слегка оранжеватые, золотистые, источают довольно сильный аромат, который напоминает аромат цитрусовых, в частности, лимона. Цветки крупные, раскрываются всегда именно вечером или в пасмурную погоду, как, в принципе, все представители серии «Ароматы ночи». Раз кипрейный и иван-чай, нужен атрибут. Иван-чай покинул чат. Еще один, казалось бы, представитель овощного семейства, но на самом деле в этом семействе большое количество именно цветочных культур. Это семейство посленовых, и мы сейчас говорим о табаке. Причем табак этот необычный, а очень и очень ароматичный, душистый. Растение высотой около 35-40 сантиметров, вырастающее на солнечных участках до 60 сантиметров. Табак выращивается как однолетняя культура, но можно его выращивать так же, как многолетнюю, если осенью при наступлении первых холодов выкопать это растение, посадить в кашпо и убрать в теплое помещение. Допустим, если зимой в вашей теплице, которая стоит на участке, бывает плюсовая температура, то табак можно выращивать и как многолетнюю культуру. Обладает невероятным, потрясающим ароматом, известным, думаю, каждому из детства. Цветки разнообразной окраски среди сорта Тинкер Белл встречаются как розовые, оранжевые, практически белые окраски табака. Листья очень крупные, довольно большие, раскрываются в пасмурную погоду и в вечернее время. Ароматичность можно поставить 3 из 3 точно. Аромат у него очень интенсивный, яркий и потрясающий. Важно помнить, что несмотря на то, что табак является довольно сильным инсектицидом, то есть он защищает растения от вредителей, при этом он же является представителем семейства посленовых, то есть может повреждаться теми же негативными микроорганизмами, теми же негативными насекомыми, что и томаты и картофель. Поэтому высаживайте табак вдали от посленовых культур, и он порадует вас своим ароматом в течение длительного времени. Как кальянная, да. Табак кальянный. Но в этом табаке нет никотина, так что бессмысленно. Табак есть в Вирджинске и другие сорта. Дорогие друзья, вот такие две новые серии семян цветочных культур появились в 2021 году в ассортименте агрофирмы Семена Алтая. Среди семян цветочных культур Альпийской горки есть множество новинок. Обязательно следите за вашими любимыми интернет-магазинами, и в них совсем скоро появятся эти удивительные цветочные культуры. Некоторые из них следует выращивать при помощи рассады, поэтому приобретите семена уже сейчас. До встречи в новых роликах, и пока-пока. Пока-пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok